Девушки отдыхают С другой стороны там Да, давай Вот, молодец, хорошо Ну, гнило все Ну, что ты хочешь? Дому сто лет в обед Я его тридцать лет назад покупал К тому времени уже Сколько простояло Дедушка, а что мне дальше делать? А сейчас Возьи из досок вынимаю Вон, пассатижи возьми Пап, ну ты че? Да так, ну че Все это ты в последнее время задумчивый Дедушка, а можно я буду гвозди выпрямлять? А, давай, хорошо Ну что? Ну что, менять надо, раз уж решили А какой смысл? У нас по всему дому то же самое Новый надо строить А это что? Ломать? Ну, а как? Пап Ну, что с тобой такое? Что, по пальцу? Ага Ну, ничего, бывает Да хватит рыдать Ты мужик или кто? Андрюш, что случилось? Ну, скажи Да, свадьба заживет Да, да, мужчина не такие Они посочувствуют Пойдем в дом обработать Пап Ну, че делать-то будем? Субтитры сделал DimaTorzok Прости, на кафе вы не держали Прости, на кафе вы не держали Ну, ты обещала же, в шесть часов Вечно тебя кто-нибудь задерживает Ладно, поехали посмотрим образцы домов Если что-нибудь понравится, отца туда притащим Да Да, это я А кто это? Что? Когда? А он Что случилось? А це машина сбила Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, как вы? Ну, нормально, мама А где Андрюша? В комнате у себя Он поел? Да Я пойду к нему Подожди, я... Лучше я сам Вы его похоронили Вы его похоронили Субтитры сделал DimaTorzok Ну, чем ты Папа мне всю жизнь посвятил Хорошим он человеком был Порядочным Сергей Анатольевич, наше почтение Здравствуйте Все, ворота чините Да, рейки надо поправить Да, дом есть дом То одно надо, то другое Только успевай поворачиваться А когда еще огород Вообще не разгибаясь приходится Да, у меня же письмо Вернее, не вам Анатолию Ивановичу Вот жизнь Человеку месяц как нет А письма все идут, идут Ну, ладно Всего доброго До свидания От кого письмо? Понятия не имею Пишет женщина Судя по всему, хорошо знала отца Рассказывает о своей жизни Что недавно переехала в наш край Меня упоминает А что странного? Она пишет, что отец ее предал Что она его простила Вот А что мне перенести пришлось За это время Так не приведи Господь Конечно Предал ты меня Жизнь мою всю покалечила Но зла на тебя я не держу Тебя тоже можно понять Потом Мне Привелось Увидеть вещи И по хую Ну, ерунда Ну, как же ерунда Если она такое пишет Да, странно Адрес есть, а фамилии нет Тем более Надо понять, кто это Как-то разобраться в этом Письмо-то для Анатолия Ивановича А его уже нет Тебя-то это как касается Акционин, зато и я есть Она же его обвиняет в непорядочности Мне нужно понять Что произошло Серег Все Я решил Вы меня простите Я Сергей Сын Анатолия Ивановича Крастылева И что? Вы знаете такого? Глаза не видела Подождите Я получил от вас письмо Я уже лет десять никому не пишу Сейчас полицию вызову Жулье ходит тут всякое Да подождите вы Ну, как же не вы А кто тогда? Адрес же ваш написан Мне просто нужно узнать Подробности того, что там написано Адрес мой Писала не я А кто? Никто Извините Постой Может моя постоялеца писала Комнату у меня снимает Думаете, она? Я ничего не думаю Тебе надо, ты спрашивай Вон ее дверь направо Спасибо Здравствуйте Мне с вашего адреса письмо пришло Скажите, это вы писали? Что, что, что Вам плохо? Чего, чего, чего Я сейчас Дай тебе воды скорее Можете чаю горячего сделать? Там женщине плохо А мне что, хорошо? Господи Выпейте воды Спасибо Вам лучше Спасибо Скажите, это вы писали? Сергей Да Я твоя мама Ну ты посмотри на него Какой наглый, а У нас дома такая же есть фотография Тебе кто разрешал брать? У нее своя кружка имеется Простите, он не знал А вот этот шрам у тебя Это тебе два годика было с половиной Ты с качелью пал Ну да, я помню Ну то есть папа Рассказывал Он пошел с тобой гулять И не уследил А я так ругалась на него Так ругалась Папа рассказывал Скажи, а под коленкой У тебя след от ожога остался? Остался Мы тогда в лесу картошку пекли А уголек отлетел А ты так плакал, плакал, плакал Я тебя еле успокоила Не помнишь меня? Нет Не узнаешь Что это? Свидетельство о браке Я сейчас тебе еще паспорт покажу А, нет, не надо Я верю Верю Скажи, а чего Толя сам Не пришел Не захотел Что? Что? Папа умер Когда? Да С месяца назад Надо же, я Я так давно хотела написать Я Знаешь, я просто все не решалась А тут Трук как-то Че-то почувствовала Видишь, а Не успела Сынок, я Я виновата перед тобой Я перед тобой очень виновата Ты мне прости Мы с тобой как договаривались? Мужиков не водить А ты что делаешь? Он сейчас уйдет, простите А знаете что? Поехали к нам домой Нет, куда? Поехали, поехали Нет, 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 я не поеду Ну, поехали Ну как, вот просто так что ли Как сейчас, прям сразу А чего Поехали А что с Анатолием было-то? Болело? Да нет, машина сбила Да как это? Водителя до сих пор не нашли Ищут Не остановился даже Это что? Горе-то какое Сереж, неудобно мне как-то, а? Да ну, мам, о чем ты говоришь? Тебе все будут очень рады Я машину там припарковал Пойдем Ну, проходи, проходи Вот, наше гнездо Какие хоромы Да какие хоромы, все ремонт требует Андрюшка, Оля, идите сюда Знакомьтесь, это моя мама Мама Здравствуйте Здравствуйте Вы моя бабушка? Ну, выходит, что так Только я вот гостиниц не успела купить Как-то все неожиданно получилось Да какие гостиницы Пойдемте в дом, будем обедать Спасибо Пойдем Мы когда с Анатолием на Приске работали Я учетчица была А там много бывших зэков Тоже работала Ну, я изразилась от них Туберкулезом, открытой формы А это же очень опасно для всех А Сережка тогда совсем маленький был Меня отправили в больницу Областную А это прям совсем не близко От нашего Приска И Анатолий сначала часто приезжал Очень часто А потом Ну, мам, рассказывай Ну, потом все реже и реже Потом я Я поняла, что у него появилась женщина Наверное, какая-то Вот, нет, Сереженька Я, я Анатолия давно простила Это жизнь Ты знаешь, я когда через год вышла Из больницы Я сразу хотела поехать Забрать тебя Но у меня Ни денег не было Ни жилья И я Просто подумала Что с отцом тебе лучше будет Ты прости меня, конечно Я тебя предала Да Но я Долго не решалась Написать Я все время боялась Помешать тебе Понимаешь Я не знаю, что тебе про меня наговорили Мне сказали, что ты умерла Прости меня Мам Мамочка Ну, ты простишь меня Мам До сих пор не могу в себя прийти Да уж, я-то в шоке А ты? Даже представить себе не мог, что отец на такое способен А ты не думай об этом Ну, разные бывают ситуации Ну, какие ситуации Все ясно, как день Он ее предал Ставил умирать Мы всего не можем знать Ну, мало ли, что между ними было Оль, можно мама пока у нас поживет Андрюха сможет со школы забирать Это что, на продленке маяться Ну, конечно Конечно Вот ваша комната Это комната Анатолия Ивановича Была Мы здесь так еще ничего и не трогали Вы, если хотите, здесь можете все по своему усмотрению переставить Не надо, не надо Все прекрасно Для меня это вообще хоромы царские Я сейчас белье застелю и уйду Оленька, не надо Я сама Ну, я что, барыня, что ли? Спасибо Ну, хорошо Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Ну, как устроились? То есть, устроилась? Спасибо Очень хорошо Заходи Ты, когда маленький был, я тебе колыбельню пела Не помнишь? Баю-баю-баюшки Прискакали заюшки Люли-люли-люлюшки Прилетели гулюшки Стали гули-гуливать Стал Сережу засыпать О, проснулся мой сладенький А что ты жарил? Оладушки любишь? Ага Садись О, запах Доброе утро тебе, Сереженька Садись Садись Давай, пока горяченький Сейчас я вам сметану дам Оленька, доброе утро Ничего, что я тут хозяйничаю Я просто рано проснулась, думала Мальчишке встала И решила талантошки приготовить Ничего Ради Бога Давай, садись Садись Приятно, когда тебе не дают приготовить завтрак Опа, 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 молодец Давай, 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 давай Защищайся Ого, бабушка, а как сейчас? А знаешь, бабушка сколько игр знает Сколько хочешь научу? Ага Всталочки умеешь? Нет Ну и догонялки А, да Ну беги, догоню Победила, победила, победила Всталочки здесь здорово играть Участок большой И дом очень красивый Дедушка ему очевидить собирался А папа с мамой хотели его сломать и новый построить Правда? Но дедушка потом умер Но папа все равно хочет дом новый строить Молодец, папа И корабль обещал со мной достроить Только у него все времени нет А хочешь, я помогу? Да? Ну беги, я сейчас приду Хорошо, я тебя жду Сынок О, мамочка Все работаешь Не устал? Да нет, чего не уставать-то? Ну как, всю неделю трудишься Смотрю, он в выходной ни минуточку не присел Да, повезло Ольге с тобой Давно в отпуске-то были Да ну, давно, последний раз на море вместе ездили А я тоже, знаешь Как отпуск перейдет, все ли деньги хватало Да и как-то вот не получалось Слушай, так давай мы тебя отправим на море Правда? Да Ты знаешь, Сережка, я бы, я бы в Москву мечтала съездить Красную площадь посмотреть, там по музеям походить Это не проблема, завтра куплю билет Да? Конечно Нет, нет, я одна не поеду, ну куда вам Мне с вами хорошо, я с вами побуду Спасибо, сынок Спасибо Слушай, я тут с Валентиной, ну то есть с мамой разговаривал Она в Москву мечтает посмотреть, одна боится Может мы с ней съездим Все вместе? Ну да, мы на работе сможем отгулы взять Только в Андрюхе нужно с классной руководницей договориться Ну, теоретически я могу поговорить на кафедре Ну это хорошо, тогда завтра созвонимся и решим окончательно, да? Угу Угу Сергей Анатольевич, мы без вашей подписи не можем отправить запрос на завод А вы уезжать собираетесь? Да, где они? Ну там, ждут в кабинете Алло, мам, привет, это я Слушай, ну мы с Олей договорились на счет отгулов Так что в понедельник можем ехать Да, билеты сегодня возьму Ты меня прости, пожалуйста Но можно не на самолете, а? Нет, я правда боюсь Честно, у меня, знаешь, как-то летело Думала, сердце не выдержит, недалечу Поездом Да, дольше Но, ну а ты попроси отгулы еще на два дня Да, вместе поедем Ну веселей будет, сынок Спасибо, Сереженька Спасибо, сынок Бабушка, а почему не на самолете? Тебя не спросили, щенок Прости Прости Прости, пожалуйста, а? Ну прости Андрюш, ты уроки сделал? Мам, ну скажи бабушке, что на самолете лучше? Оль, я правда не могу Давай как папа решит, так и будет, хорошо? У нас лоб горяч Ну пойдем температуру померяем Ну нету у нас больше запчастей, Сергей Анатольевич Мы уже заказали Неужели сейчас нельзя ни одной партии нормально отпечатывать? Извини Да, Оленька? Что случилось? Почему не можем? Да нет, ну у Андрюшки температура 38 Нет, мы не поедем А езжайте вдвоем Хорошо, давай вечером решим Ублюдок! Не может быть, чтобы она так сказала Сережа, у меня со слухом все в порядке Да ты просто расстроилась, что Андрюшка заболела Ну да, да, давай будем считать, что я ошибаюсь Да поверь мне, она разозлила, что поездка сорвана Она не сорвана, я же предложил, чтобы мы поехали вдвоем Она отказалась Я уже не понимаю, а почему бы вам не съездить? Она сказала, как же я поеду, если внук болеет? Олечка, Сережа, здравствуйте Здрасте, Игорь Андреевич Добрый день, а что ж вы на улице? Могли бы в тепле подождать Да неудобно как-то, там незнакомая женщина Ясно, пойдемте в дом Вот я и решил на воздухе подождать Сережа, у меня не получилось на похороны приехать Я в командировке был Вот решил Толю помянуть Ясно Светлая память Анатолию Земля ему пухом А где же… А, мы уборку делали, потом забыли поставить Ну Ну Лучший мой друг Больше тридцати лет дружили Никогда больше не встречал человека более порядочного и честного Да уж Сколько он мне помогал по разным поводам На прииске, знаешь, работа такая Да и люди Да, он рассказывал Ну Мы последний раз с ним виделись где-то за неделю до моего отъезда и… И что? Он был какой-то… Возбужденный… Неспокойный… Да… Сказал, будто что-то происходит… Но что именно, он не знает… И сказал, ему кажется, будто за ним кто-то следит… Следит? Ну да… Я только в ответ рассмеялся… Не, ну, бред какой-то… Ну, кому надо за ним следить… Да мне тоже показалось, что он в последнее время какой-то беспокойный… Все время задумывался о чем-то… Не знаю… Может, действительно его не случайно машина сбила… Ну вот, и ты туда же… Да ты знаешь, каким человеком был Анатолий? У него никогда не было врагов… И быть не могло… Давай еще по одной… Валентин Васильевна, они же еще не высохли… Валентина Васильевна, зачем? Они не отстирались… Их сначала нужно замочить… Потом взять щеточку… И… Воротнички с манжетиками оттереть… Тогда грязь отойдет… Да ну ничего, мне же не трудно… Но я же знаю, как ты… Как ты устаешь, как у тебя дела много… Я сделаю… Смотанки, мамочки… Спасибо… Андрюша, ешь… Не хочу, мам… Так… Кто болел? Кому нужно силы набираться? Мам, ну не хочу я… Давай хотя бы половинку… Мм… Как вкусно… Мм… Мм… Ой… Что такое? Что случилось? Ничего страшного, в волос попался… Не может быть я… Ну я же говорю, ничего страшного… Оля… Что Оля? Ребята, ну перестаньте ругаться, ну волосы волосы… Меня тошнит от вашего волоса… Хоть ты замолчи… Не кричи на ребенка… Ты на меня… Ой… Ну вот, из-за меня поругались… Мам, да никто не ругался, просто… Действительно бывает невыносимо… А сколько лет вы уже живете вместе? Восемь… Это срок… Какой еще срок? Ну… Этап жизни… Говорят, что люди, бывает, устают друг от друга… Кто ни от кого не устал… Ты знаешь, конечно, это не мое дело… Я не хочу вмешиваться, но… Что? Ну нас бабы, чтоб не дурили, знаешь… Ну так держать надо… Здравствуйте… Добрый день… Оля… Оля… Ой… Витя… Привет… Привет… Ты совсем не изменилась… А ты здесь какими судьбами? Да это… Решил по второму кругу институт закончить… В смысле? Пригласили преподавать социологию… У нас на кафедре… Да… То есть мы теперь с тобой коллеги… Получается, что так… Женат? Да… Три года… Доченьке три года… А ты? Я тоже… Сыну семь лет… Семь лет? Это ж когда мы с тобой последний раз виделись… Да… Ну ладно, увидимся… Ну ладно… Ладно… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно? Да, да, выходите. Вы извините за беспокойство. Скажите, вы вот так все время сидите у окна? Ну, я считаю все время. Тут у меня рабочее место. А что вы хотели? Прямо перед вашим домом, чуть более месяца назад, произошло дорожное происшествие. Человек избили. Это нет. Про это мы говорить не будем. Да я только хотел спросить. У моего мужа больное сердце. Ему волноваться нельзя. Скажите, вы что-то видели? А ничего он не видел. Я ему и в полицию запретила обращаться. Вы из полиции? Нет. Лена, ну подожди. Пусть молодой человек объяснит, почему это его интересует. Не надо мне его пояснений. Уходите, пожалуйста. Это был мой отец. Он погиб. Лена. Лена. Ну что, Лена? А кто будет вокруг тебя скакать, когда ты со своим сердцем? Ты что, не слышишь? Молодого человека отец погиб. И, ну и что хочешь. Да, молодой человек. Я все видел. Наезд был преднамеренным, никакой случайности, водитель это сделал специально. У меня есть свидетель, он инвалид, работает дома и все время сидит у окна. Ага. И как он это понял, этот ваш свидетель? Он говорит, что в последний момент отец увидел машину, попытался выскочить из-под колес. Водитель повернул руль и все равно сбил его. Сергей Анатольевич, ну, вы это сами понимаете, что эти показания ничего не стоят. Может, как раз наоборот, водитель пытался уйти от наезда. Пешеходы, обычно завидев автомобиль, начинают метаться по дороге. А из-за этого часто и происходит наезда, потому что водитель просто не может уйти от столкновения. Вот и все. Этот мужчина говорит, что есть еще один свидетель. Как вы их так находите, а? Все все видели, одни мы ничего не знаем. Ну и где? Где этот ваш свидетель? Кто же? Инвалид? Сидит дома у окна? Нет. Он сейчас на даче. Я его найду. Найдете, приводите. Запретить я вам этого, конечно, не смогу. Но, хочу сказать честно, толку от этого будет мало. От чего будет толк? Если найдем водителя, вот тогда вы так ищите! А чем мы, по-вашему, занимаемся? Баклу, что ли, бьем, что ли? А сколько? Семь? Ну а почему так поздно? У нас через неделю все равно заседание. Я не понимаю, зачем так срочно собирать кафедру? Да, это его аспирант. И что, теперь мы должны в перепрыжку все нестись? Бред какой-то, ну. Опять до ночи сидеть будем. Хорошо, я приду. Валентина Васильевна. А, что? Я, скорее всего, буду поздно. Ужинайте без меня. Конечно, Оленька, не волнуйся. Хорошо. Все, давайте садиться уже. Невозможно больше терпеть. Ну, Сереженька, ну давай все-таки Олечку подождем. Ну, вместе же веселее ужинать. Слушай, уже полвосьмого. А часто она так поздно приходит? Нет, не часто. Ну, как вот на прошлой неделе два раза. Сегодня. Чего они там вечерями делают-то? Я ей позвоню. Ну, что, не беспокой. Пусть работает. Чего? Пап, пойдем корабль строить. Андрей, я занят сейчас. Пап, ну ты всегда занят. Только обещаюсь. Ну, сказал же занят. Зачем на ребенка-то кричать? Он-то здесь при чем? Садись, Андрюшка, давай. Можно узнать, где ты была? Где же еще на работе? Что-то плохо верится. Что? Да, что ты слышала. У тебя все в порядке? У меня все в порядке. А вот ты в последнее время взяла моду. Приходите, что знает во сколько. Почему мы должны гадать, где мама болтается, во сколько будет? Можно не разговаривать со мной в таком тоне? Я предупредила, что приду постно. Кого ты предупредила? Твою маму. Интересно, как ты так предупреждала, что она ничего не слышит? Я не знаю. Она мне даже ответила. Но она сказала, что ты не предупреждала. А это уж у нее нужно спросить. Почему она то слышит, то не слышит? А он же как рот откроет, тут же меня по-моему поливает. Не смей так говорить о моей матери. Можно я в своем доме буду говорить то, что хочу? Оставь мою мать в покое! А она пусть оставит меня. Я тебе сказал! И чтобы больше слова не слышала о том, где и почему я задержалась. Попробуй еще раз, заведи об этом речь. Я не понял. А что, Серега сегодня за тобой не приедет? Не-а. Так, может тебя подбросить? Ой, нет, спасибо. Сама доберусь. Мне пройтись надо. Извини, может что-то случилось? Да свекровь у меня случилась. А, это та, которая нашлась? А какая же еще? А Серега что? Да что Серега? Смотрит матери в рот. У него с отцом таких отношений не было. А тут прям всегда самостоятельный был. Ну, мать есть мать. Не волнуйся. Все образуется. Угу. Ой, Вить, ну не надо. Извини. Пока. Пока. Извини. Сергей Анатольевич, вам там клиенты звонят. Кажешь, что я уже уехал. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты сегодня вовремя? Опять нехорошо. Почему же, я рад. Чего, что не позвонила-то? Я бы за тобой заехал. Ничего страшного. Прошлась пешком. Вот так от самого института и шла. Что ты хочешь? Который вечер. Он для троиск. Ты еще хочешь. Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, я ему все объяснила, он все понял Ну как не можешь забыть свою институтскую любовь? Это было сто лет назад Ты опять вернулась? Пальня книг теперь вечера ты проводишь Старно, чтобы ночевать домой приходишь Замелчи Шлюха! Андрей, собирайся Куда? Мы едем к бабушке Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты молодец Так ловко их снял, Голубков Он как к ней целоваться-то полез Я на радость их чуть не запел Он так орал Так орал мне Я думала, он меня убьет Он испугался, сына подхватил из дома Убежал, он даже не заметил А когда увидел Аж взбесился Я думала, он дом подожжет Ну а как? Его шалава застукает, он взбесишься Потому что правильно Врать не надо У нас же бабы двое Ну да Кроме тебя Как думаешь Не поедет за ними Вернуть не захочет? Не захочет Ну ладно Полпроблемы решили Как с ним потом быть? Я разберусь Без нее легче будет КОНЕЦ КОНЕЦ Сережка Пойдем ужинать Не, спасибо, я не хочу Чего так? Да Устал просто На работе поел Ну вот, а я готовила, старалась Спасибо, мамочка Правда, я потом поеду Переживаешь Конечно переживай Две недели их уже нет Я сама по Андрюшке соскучилась Не знаю даже, что делать Ну что делать, что делать Захочешь, сама вернется Ну, Олю не знаешь Если она себе в голову что-нибудь вбила Не отступится Семья это не место, где характер показывать Ничего, поживет, одна помается Не знаю, на самом деле Я сам виноват Ну мало ли где она задерживается Ну зачем врать-то? Значит, не все так просто Вот один раз уступишь Слабину почувствуют На шею сядет Бабы они силу любят Ну, не все Все А когда мужик как тряпка И все обнив ноги вытирают Это не жизнь Ладно Ладно, пойдем Пойдем, я тебя кормить буду Пойдем Пойдем Иди Мам, а когда мы уже домой поедем? Пока не знаю Я хочу домой Тебе что, плохо у бабушки? Нет, но дома лучше Когда я решу, тогда и поедем Но мы здесь уже столько времени Ты что, не слышал, что я сказала? Ну что, Сергей звонил? Нет Отлично Вначале учинил скандал Потом оскорбил А теперь он ждет, что ты к нему на коленях приползешь Мам, перестань Я сама дура, сама виновата Это ты про Виктора Ну кто же мог знать, что он по тебе до сих пор сохнет Ой, мам, перестань Это сразу было понятно Ты что, Витю не помнишь? Триста пятьдесят раз меня на дню мог поздравить с днем рождения А эти его постоянные конфеточки, тортики Еле похудело, когда его в армию забрали И тут все было понятно По его взглядам, по его разговорчикам Просто думала, что обойдется Если ты считаешь, что нужно возвращаться Возвращайся Твое дело, все Нет, возвращаться сама нельзя Они же тогда подумают, что я признала свою вину Если кровь, опять же Нет, пусть он делает первый шаг Сережка, ты куда? Мам, слушай, я все-таки за ними поеду Ну все, хватит, поскандарили и будет А, ну правильно Че маяться-то? И по присмотрам будет Мам, ну по каким присмотрам? Ну все, молчу, молчу, молчу Ты, мужчина, тебе решать Ужин приготовишь? Обязательно Я быстренько, что невкусненькое сварганил Обязательно Ой, спасибо Боялся, ты мне будешь отговаривать Ну ты что? Ты что, сынок, ну что? Я тебе враг, что ли? Семья это главное Черт, ключи от машины забыл Я сейчас Ой Мам, ты чего? Ой Что случилось? Сейчас, подождь, подождь Садись Ой, прихватила что-то Сейчас Пойдем в дом, слушай, тебе нужно лечь Да, ничего, ничего Пойдем, пойдем Пойдем Ой, тихонечко, тихонечко Дай я с тебя подсержусь, а Ну ты как? Там лекарства Где? В столе Мам, где именно-то? Там, в другом Да Вот эти? Сейчас я воды принесу Давай скорую вызову Мне с тебя же не надо Не надо сейчас собрать, друзья Ты, знаешь, ты поезжай за своими Мам, о чем ты говоришь? Я тебя не оставлю О, господи Опять дело все Не надо Мам, перестань Спи, все, спи Спи, я рядом посижу Давай Мне пока не удалось найти второго свидетеля Он на даче Где-то дачи Никто толку не знает Да не тратьте зря время Вряд ли от этого вашего свидетеля Будет хоть какая-то польза Посмотрим По крайней мере, есть надежда еще Хоть что-то узнать Вы же водителя пока не нашли Нет, не нашли Так а в чем проблема? Вы что, номер машины не знаете? А я не имею права сообщать вам Детали дознания Вы заинтересованы в лесу А это не положено Ну, все У меня отец погиб Вы ничего не делаете Я к вам прихожу Каждый раз слышу одно и то же Я просто хочу Чтобы вы нашли убийцу моего отца Вы понимаете? Понимаю Хорошо, я вам скажу Средители сообщили государству Номер автомобиля Который совершил наезд А мы проверили Это машина совершенно другой марки И у владельца алиби Вот и все Ну, номерокраденный Ну, да Что это? Было убийство? Нет, получается, что Вашего отца сбила машина С краденными номерами Вот и все Да господь с тобой, Сереженька Кому же надо было Толю убивать У него врагов-то не было Никогда никого не обиделся Характер был такой, что Ну, какой характер, мам Ну, какой же характер? Если я всю жизнь думал, что надежнее его нет человека А видишь, как с тобой получилось Как получилось, так и получилось Это жизнь Ему о тебе нужно было думать Я тебе давно сказала Я его простила Такого человека, как отец Я больше не встречала Все-таки я думаю, что не случайно его машина сбила Я хочу узнать, кто решил его убить Конечно, сынок Как он до этого докопался? Он же не дурак Он в полицию ходил? Ходил Что? Сказали, что это обычный наезд Ну, они не скажут ничего Им нельзя Они будут плести что угодно Лишь бы у Иватов болить А сами будут рыть И нас достанут Что будем делать? Неизвестно, что он еще наровит А завтра, когда он уйдет на работу Приходи А если не управимся? По месту будем решать Привет Здравствуй Замечательно выглядишь Спасибо Как ты? Нормально Добрый день Здрасте Домой не пора? Ты меня спрашиваешь? Ну, а кого? Ты же из дома ушла, не я А ты извиниться не хочешь? За что? За что? То есть я должна тебе объяснить? Ну, объясни уж, пожалуйста Если ты не понимаешь Здрасте За твои подозрения За твои обвинения За то, что ты мне не веришь За твою мать, в конце концов Которая врет направо и налево Опять? Маму оставь в покое Все понятно, бесполезно Объяснить Обрадовалась, когда я его увидела Думала, в себя пришел А думался А нет Все за свое Ты извини, конечно Но что у вас произошло? Ну, говори Помнишь, ты хотел меня поцеловать? Ну? Так вот, кто-то сфотографировал нас И прислал это фотоиммунный телефон Какой же я идиот Оль Прости Это Получается, что я тебя подставил? Ну ладно, что было, то было Подожди А ты не думала, кто бы мог Прислать эти фотографии? А главное, зачем? Понятия не имею Кто-то из наших В институте? Вряд ли Кому это надо? Ну да, в принципе Ребята здесь совсем нормальные отношения Потом Этот человек должен знать Номер телефона Сереги По-моему Это может быть Как-то связано С твоей Свекровью Оль Я думаю, тебе нужно возвращаться домой К мужу Нет Получится, что я признала Да плевать, что получится Оль Твоя свекровь пытается развалить твою семью А ты ей подыгрываешь Вот и все Да ведь я не могу Оль Давай называть вещи Своими именами Где-то там Глубоко в душе Меня твои рассказы о том, что Муж тебя не понимает И все такое Ну, не то, чтобы радует Но Давай не будем об этом Нет Давай именно об этом Не важно, что я чувствую Но все равно я хочу, чтобы у тебя было все хорошо Тебе нужно вернуться в дом Оль Вчера с Олей разговаривала И что? Да ничего Снова поругались Как там им быть? Она отказалась возвращаться Может, действительно надо было извиниться А то я со своими претензиями Мам, я не знаю, что делать, правда Андрюшку еще столько времени не видел Знаешь что, мой дорогой Хочешь вынижаться Бегать с забавой Валяться в ногах Валяй, поезжай Только знай, что ноги моей здесь больше не будет Вырастил, Анатолий, не мужика, а тряпку Сережа, ты Я так давно мечтала с тобой встретиться Я очень ждала нашей встречи Ну, я понимаю, что я очень хочу тебе стать хорошей матерью Но все время лезу не туда Но, понимаешь, так мало времени мы с тобой еще провели вместе Что я... Мам Прости меня Я понимаю Ну, давай я их тогда на выходные привезу, ладно? А у меня сегодня день свободный Пойду куплю вам постельное белье, а вам понадобится Мам, ты же не думаешь, что мы здесь надолго обстановались? Ну, не начинай, не начинай Ты же прекрасно знаешь Что ты можешь вернуться, когда ты захочешь Но мое мнение, ты знаешь Знаю, знаю Я надеюсь, что вся эта история Хоть чему-нибудь научит Сергея Я тоже на это надеюсь А хочешь, я тебе расскажу, что будет, когда ты вернешься Хочешь, расскажу И что? Сергей, конечно, обрадуется Возможно, он даже скажет, что был неправ Хотя это маловероятно Но внутри он будет чувствовать себя победителем И у вас опять все начнется сначала Все все знают Не знаю, не знаю Все говорят, надо вернуться Все? Это кто такие все? Все это все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Заходи Тебя никто не видел Вроде никто Все? Откуда начнем? Вот здесь всегда была комната Сергея Это он сказал? Это я тебе говорю Мам, а можно я чемодан понесу? Андрюш, не надо, он тяжелый Давайте я вам помогу Спасибо Да нет, здесь не может быть Разве что в кровати посмотрим Позже посмотрим А сейчас пойдем, я тебе подвал покажу Там кирпич, бетон Кирпич В окно Быстро и уходи тем же путем Спасибо До свидания Тапки обязательно надень Наконец-то Оленька, я так соскучилась Бабушка Андрюшка, хороший мой Пойдем, раздевайся Я тебя кормить буду Давай быстрее Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Сереженька Сереженька Мамочка Ты не представляешь, кто к нам приехал О, Андрюха, здорово А где мама? Я здесь Систа Оленька, я очень рад, что вы вернулись Я был не прав, ты меня прости Да ладно, что было, то было Забыли Ну как ты тут? Ну это что, мы нормально Если не считать того, что у вас не было Я пытаюсь разобраться, что с отцом произошло Ну что, будем праздничный ужин устраивать, а? Да, праздник так праздник, да? Олечка, поможешь? Помож, Олечка Ну? Пойдем Забыли Объек А, ну, давайте ещё раз за встречу. И чтоб все были здоровы. Давай. Ну, ты-то куда лезешь? Отстань от него. Давай чокнемся, мой сладенький. Давай. Вот как жалко, что у тебя нет братика и сестрички. Ведь это такое счастье, когда детей много. Моя бы воля, у меня бы полный дом детей бегал. А вот, видишь, как вышло. Мамочка, ну, не переживай. Да нет, что ты, что ты, Серёженька. Солнце моё, ты же один для меня счастье. Я ведь, я ведь так его хотела. А когда родился, я же ведь нарадоваться не могла. Да. Я всё ждала. Ублище дала. Когда глазки откроются. Я хотела узнать, какого они цвета, а серенький. Машка, ну, иди приляг, наверное. Ай, да? А со стола убрать? Мы уберём, мам. Ну, что ты. Да? Ну, тогда, хорошо. Я пойду. Сладенький мой. Спасибо. Ну, да-да. Ну, сама, я сама. Ну, что, давай маме помогать. Я тарелки буду. Нет, уж давай ты приборы, а тарелки я. О чем задумалась? Что такое? Тебе ничего не смутило сейчас за столом? Нет, а что? Ну, ничего не показалось странным в разговоре. Нет, ничего не показалось странным. Мне показалось. Ты слышал, как она сказала, что... Во-первых, моя мама не она. Я прошу называть её по имени и отчеству. Хорошо, ты слышал, как... Я не договорил. Во-вторых, я не хочу больше слушать ту грязь, которую ты на неё льёшь. Всё, хватит. Серёж. Хватит, я сказал. Один скандал мы уже пережили, а второго раза, может, и не быть. Я могу сказать два слова. Ни два, ни полтора. Я ничего не хочу слышать. А зря. Она это сказала. Ты уверена? Абсолютно. Я ж не глухая. Ольга Сергеевна. Да. Когда можно будет пересдать? Вы готовы? Ну, так. Ну, на зачёте тоже было, ну, так. Я не знаю, как... Ладно, хорошо. В понедельник в три. Хотя нет, лучше в полчетвёртого. Спасибо. Так, как она сказала, ждала, пока у ребёнка глаза откроются. Эта Воскушка не попуталась с котятами. Ну, так а я тебе о чём? Ты слушай дальше. Утром я решила ещё раз её проверить. Пока Серёжа не была на кухне, стала ей рассказывать, что наш Андрюша пошёл в полгода. А первый звук у него появился в два года. Такую чушь несла. Она всё это слушала, как будто так и надо. А вообще говоря, смешного мало. Ну, я не смеюсь. Это значит, у неё никогда не было детей. Значит, она врёт. Только зачем? Если рассуждать логически, возможны варианты. Например, Сергея усыновили. Или он ребёнок Анатолия Ивановича, но не этой. Как её, Валентина Васильевна. В жизни всякое бывает. И что? Она так вжилась в роль, что врет на пробалую. Конечно. Зачем? Да нет, ну, раз ничего. Оля, ты смешная. Она боится, что Сергей узнает, что она не родная мать. И выгонит её. Всю жизнь одна и одна. Так натерпелась, что я не такое готова соврать. Ну, тут что-то другое. Да она не просто маму и бабушку изображает. Она же другой характер изображает. Добренько прикидывается. Само в глазах злость. Ой, по-моему, ты себя накручиваешь. А вот и нет. Я чувствую. Здесь в прошлом семье их копаться нужно. Вот у меня будет два свободных дня, я этим займусь. Все тебе что-то мерещится. Да ничего мне не мерещится. Я тебе говорю, подозревает она меня. Что она может подозревать? Не знаю, приехала вчера. Молчит, слова не скажет. И дальше что? Да ничего, ужин с ней приготовили. Сели, выпили. А, понятно. Глаза заливаю и понесло тебе. Умолкни. О детях говорили. Вот тут ты прокололась. Я не помню. Про Серёжу что-то рассказывала, про детство говорила. Что ты говорила? Говорю, не помню. Утром встала, опять начала меня допрашивать. Проверяла, значит. Сучка. Что делать-то будем? Следить, чтобы она вам какую-нибудь подлянку не кинула. КОНЕЦ Девушка, простите, вы не подскажете, как найти контору прииска? Да, вы знаете, вам надо дойти до Центральной улицы. Она так и называется, Центральная. А когда дойдёте до Перекрёстка, спросите вам по каждой. Спасибо. Да не сочетаю. Ты знаешь, куда она приехала? В посёлок? Какой-какой? На приездка она приехала. Вот гнида. Я же сказала, что она что-то подозревает. Дай подумать, куда она может сунутся. Да подожди ты! Там вроде никого не осталось. Сейчас, куда она пошла? А, это в контору, наверное. Глаз в неё не спускай. И звони мне, слышишь? Коростылёвый. Нет, не знаю. А вы давно тут работаете? Ну, директором прииска пять лет. А до этого главным инженером. Ну да, понятно. Они-то тридцать лет назад отсюда перебрались. Ну, девонька-то. Тут с тех времён никого и не осталось-то. Папа, ой, извините. Её только накладное забрать. Так, сейчас, подожди. Всё, 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 нашла, нашла, нашла. Вы уж простите, что я ничем не смог помочь вам. Вы знаете, у нас тут кто своё отработал, здесь не задерживается. Да-да, я понимаю. А тут столько лет прошло. Наверное, никого и не осталось, кто помнит ваших этих, как они... Коростылёвых. Да-да. Ну, извините. А в чём дело, Михаил Вадимович? Ну, вот женщина ищет кого-нибудь, кто здесь работал тридцать лет назад. А где их взять? Ну, а Савина? Какая Савина? На улице Геологова, которая живёт на прошлой неделе, приходила по поводу ремонта дома. Дом семь, кажется. Да, была такая. Ну, что? Ну, как это что? Она же на пенсию вышла ещё до того, как мы сюда переехали. Действительно. Попробуйте, а вдруг что выйдет? Спасибо. Ну, желаю удачи. Давайте проведу. Давайте. Есть кто дома? Хозяева! Хозяева! Марина Николаевна! Да тут я, фу ты! Напугала! Простите, пожалуйста, я вас звала-звала. А я тут грядками занялась. Вредители напали, прости, господи. А вы пробовали залой с мылом? Я всегда так делаю, помогает. Да я только что увидела. Лучше, чем химия. Да я знаю. А ты что, милый, хотел комнату снять? Ой, нет, я совсем по другому поводу. Значит, вы знали семью Коростылевых? Ну, а как знала, я работала с Анатолием. Он директор прииска, я учетчицей. А жену вы у Валентина тоже знали? Конечно, а как же? Ну, и что она собой представляла? Прекрасная женщина, милая и добрая. И не в отца совсем. Что значит, не в отца? Он что, плохой человек был? Егор-то Гусенков. Фамилия Валентины девичья Гусенкова. Ну, милый, плохой, хороший. Не всегда можно черту провести. У иного человека и ситуация в жизни не случается, чтобы понять, какой он. А другой всю жизнь проживет, и ты не узнаешь, какой у него нутро-то. Так а что Егор? А вот не знаю. Я иногда на него смотрела и гадала, что у него на душе. Да вроде мужик неплохой. Настроение будет и поможет, посочувствует. А иногда глаз у него такой волчий становился. Поперек дороги у него я бы становиться не стала. А он жив? Да кто же его знает. У него такая история приключилась. Он тоже на прииске работал. Ну, а кто на прииске работает, почитай, все знают, какие участки невыбранные. Ну, скажем, для артели невыгодно работать по мелочам. И они оставляют там закраины от главного этого участка. Вот он одиночкой там и старался. Постарался? Золото мыл. А по советским временам за такое, будьте нате, можно было получить. Вот он и получил. А Коростылевой тогда уже уехали отсюда. Десять лет тюрьмы ему дали. Ну, а потом-то он вернулся, Егор? Нет, не вернулся. А вот его подельник, был у него такой подручный, Никаноров. Ну, друг-недруг, Егор к нему так относился. Принеси подай, пошел вон. Ну, так вот, этот Никаноров тоже и под суд попал, и в тюрьму загремел. Так вот, он, я слышала, давно он споподелся и живет в деревне. Так вот, он про Егор-то тебе больше моего наверняка расскажет. А это далеко? Деревня Нирки, 20 километров отсюда. Да нет, еще не выходила. Ну, как я тебе позвонила, с тех пор у нее и сидит. Так выясни, что это за бабка. Узнай, кто это. Как хочешь, идиот. Лошара. Чтоб тебя черти взяли. Спасибо вам огромное. Я поеду. Да не за что, милая. А что ж тебя так приняло в прошлом откопаться? Ну, как вам сказать? Хотелось побольше узнать о семье моего мужа. У нас с Анатолием Ивановичем были очень хорошие отношения. Вот ты заинтересовалась, как они жили? Ну, как они жили, этого я тебе не скажу. Он, как Валентина-то умерла, уехал в скорости отсюда. Кто умер? Валентина. Жена Анатолия. От туберкулеза. Сергей, твой муж тогда совсем маленький был. Он что, тебе не рассказывал? Выбридеть, братишка. Не подскажете этот дом? Подождите, а вы уверены, что она умерла? Милая, да я ж хранила ее. И поминки помогала устроить по-соседски. И с работы Анатолия тоже помогали. От Гусенковых ждать особой помощи-то нельзя было. Егор тогда, хотя еще на свободе был, но его ж кроме выпивки-то ничего и не интересовало. А сестра ее тоже еще, та штучка выросла. У нее была сестра? Милая, а ты точно невестка Анатолия? Ну что же он тебе про свою семью-то ничего не рассказывал? Нет, нет, рассказывал. Я просто как-то упустила. Про жену свою рассказывал, да. Да, Валентина действительно была очень хороший человек. А сестра ее длинной человечишка, Галина. Значит, я зовут Галина. Похожи они были с Валентиной. Их часто путали. Даром, что по годке. Злая и завистливая. Хотя вроде отца своего Егора. Если надо, могла все прикинуться. А глаза такие злые, гусенковские. Да, глаза злые. Тебе что, не хорошо, милая? Может, в дом пойдем? Нет, нет, спасибо. Поеду я. В город ехать надо. Ну, и твое дело. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Савина. 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 Алё. Галь. Ты меня слышишь? Галина? Алё? Она что, там в обмороке валяется, что ли? Убей ее. Она ей все рассказала. Ты что, сдурела? Кто кому чего рассказал? Савина. Она знала и меня, и Анатолию, и Валентину. Она все рассказала этой стерве. Если она сюда приедет, то всему конец. Ее надо убить. Где хочешь, мне плевать. Мне что, одной все тянуть? Вот давай и ты поработай. Да я уже поработал. С Анатолием кто вопрос решил? Да что б тебе. Субтитры подогнал «Симон»? 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 Субтитры подогнал «Симон»?